Это итоговый выпуск новостей в студии Анастасия Дорога наиближайшие полчаса о главных событиях недели. Глава следкома страны Александр Бастрыкин поручил доложить ему результаты проверки по факту стрельбы в школе Алтайского района, о которой стало известно накануне. То, чего все так боялись, произошло, подумали многие, услышав эту новость. Однако все не так однозначно. Мой коллега Артем Гусельников побывал на месте происшествия, поговорил с отцом пострадавшего парня и нашел того, кто стрелял. Так, по-простому, в школе номер один в селе Алтайском описывают происшествие 1 декабря. Тогда в уличном туалете пострадал восьмиклассник. Ему в голову попала пуля из пневматики диаметром 4,5 миллиметра. Стрелявшим оказался десятиклассник. Как парень признался, на педсовете пистолет он купил еще раз. Несколько лет назад, но в школу принес впервые. После попадания, увидев кровь, стрелок отвел пострадавшего к школьному врачу. У нас, ну, просит по тревому скорому врачу. И сейчас восьмиклассник в больнице, в местном? Ну, в местном. Больной-то в пульку выкалопали. Все, ну, может, домашняя скорая. Бригадой скорой помощи доставлен подросток 14 лет с подозрением на сотрясение головного мозга и инородным телом в области волосистой части головы. Больной осмотрен неврологом и хирургом. Госпитализирован в хирургическое отделение, где инородное тело удалено. Сейчас врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное. Но, несмотря на это, он продолжает находиться в больнице, рассказал отец пострадавшего. Когда выписывать будут, не говорят? Ну, сказали, нет, 10 точно. То есть у него сотрясение сильное. Ну и открытая рана-то. Швы на два шва наложили. Два шва. Ну, а в целом сейчас здоровью ничего не угрожает. Ты правильно понимаю? Да, да, да. Тем не менее, забирать заявление из полиции и идти на мировую мужчина не готов. По его словам, происшествие не было несчастным случаем. О рикошете не может быть и речи, так как десятиклассник специально целился в его ребенка, уверен отец. При этом, отмечает, дети почти не были знакомы. Они между собой вообще никак не общались. Ну, знаешь, что один учится в восьмом, второй в десятом. Никаких конфликтов между собой никогда не было. В местном комитете по образованию и делам молодежи подтверждают, конфликта не было. Но поддерживают версию с рикошетом. При этом обоих подростков и их семьи характеризуют положительно. А стрелявший, говорят в ведомстве, уже много лет занимается в клубе пограничников. Занимается, да, в военно-патриотическом клубе. Ну, занят он, организован, то есть он непраздно шатающийся. В шахматы играет парень. Он занимается у меня в клубе шесть лет. Он шахматист, математик. Дисциплинированный, по крайней мере, у меня в клубе. Участвует во всех краевых. Выезжал на все российские соревнования. Имеет золотые и серебряные медали. Почти все свободное время, по словам женщины, парень находится в клубе. Помогает проводить тренировки по рукопашному бою, легкой и тяжелой атлетике. А после 11 класса мечтает поступить в военное училище. По словам самого десятиклассника, он принес пистолет в школу случайно. Забыл выложить после самостоятельной тренировки по стрельбе в лесу. Поугарать с пацанами решили, там народ был. В один момент пистолет заклинило. Мы постреляли маленько по деревьям. Пистолет заклинило. Фару раз нажал. Были холостые нажатия по спусковому крючку. На третий раз уже вылетела пуля. Там была перегородка между туалетами. И с той стороны перегородки уже закричали, что там кровь человека. Теперь признается юный пограничник. Он боится, что инцидент не даст ему начать военную карьеру. А также ждет, когда восьмиклассника выпишут из больницы, чтобы лично принести извинения. А между тем делом занимаются правоохранители. А федеральный следком взял под контроль проверку происшествия. Им предстоит выяснить, было ли произошедшее случайностью или намеренным выстрелом. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. А вот следующее происшествие обернулось трагедией. В Тольменском районе в начале недели снегоуборочный поезд снес легковой автомобиль и протащил его 300 метров. Как потом выяснилось, водителем машины была местная учительница, которая решила довезти до дома четырех учеников. Из пяти человек выжили двое – сама женщина и один ребенок. 1 декабря в районе был объявлен днем траура. Как поселок пережил эту трагедию в репортаже Софии Яценко. Тот самый железнодорожный переезд между селами Луговое и Наумово, который стал точкой невозврата сразу для нескольких жизней. А смертоносное решение учительницы подвезти учеников в наличном авто, не дожидаясь расписания школьного автобуса, вызвало общественный резонанс. Что ее понесло туда, я не могу сказать. Не знаю, девчонки. Вот мы сами, понимаете, мы сами в шоке, мы сами в недоумении. Это страшная трагедия. Страшенная. Даже не высказать этого. Поэтому, знаете, что, директор тоже ее вчера откачивал врач, что там я приезжала. У нас специальный автобус есть, водит. Вот в чем вопрос. Что такое случилось? Такая необходимость тебе повезти. Они бы сели в автобус и уехали. О, если я, конечно, не дай бог, говорится, на нее же родители разорвут. Жители обоих сел, которых объединило общее горе, обсуждают разные версии. По мнению большинства, водитель «Тойоты» нарушила правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора, вследствие чего и произошло столкновение со снегоуборочным поездом. На железнодорожном переезде, где произошла трагедия, действительно нет шлагбаумов. Однако светофоры есть и они работают исправно. Однако посыпать проезжую часть песком, по словам местных жителей, здесь часто забывают. Это вот после аварии сразу все подсыпали, все сделали. А до этого там один человек долбил, маленько там вычищал и все. К слову, погода в тот роковой день, вспоминают жители, была спокойная. Видимость хорошая. Хорошая погода, как сегодня вот была. То есть, в принципе, и видимость была хорошая, и светофоры там работают? Конечно, конечно. К фабрике улица идет. Вот, я завозил туда девочку, я тоже со школы ехал. Вот, и наблюдали за снежным поездом. Я еще ребятишкам говорю, смотрите красиво как снег летит в разные стороны. Машину в последний момент мы увидели. И той ребятишки даже мы и не заметили. И ребятишек, конечно, жалко. Ну и ее. У нее тоже мама, инвалид, разрывается. В школе работает. И домой бежит, чтобы маму накормить. Не ходит на коляске. В Министерстве образования края поясняют, действия учителя являются нарушением. Педагог обязан дождаться рейсового автобуса. А также лично убедиться, чтобы каждый ребенок занял свое место, а не подвозить детей самостоятельно. Это может быть внеурочная деятельность по расписанию. Это может быть классный час. Это может быть какая-то другая внеклассная работа, которую должны организовать классные руководители до того момента, как ребенок будет усажен в автобус и сопровождающий этого ребенка, что называется, получится рук на руки. Либо проинформировать родителей, которые могут собрать детей раньше установленного срока. Это допускается. Кроме того, в Министерстве отмечают, система подвоза детей до школы и обратно домой в регионе налажена. Автобусы используют более 600 школ края. А на случай, если школьный транспорт сломался, учеников переводят на дистант. 1 декабря троих погибших детей похоронили на Наумовском кладбище. Родившиеся в рубашке учительница и второклассник по-прежнему находятся в краевой больнице медпомощи. По оценке врачей, водитель в более тяжелом состоянии. Все мероприятия нацелены на стабилизацию гемодинамических показателей. Водитель на аппарате ВВО, то есть под медицинской седацией, так называемый медицинский сон. А ребенок, он в сознании, в контакте, пьет водичку, кушает его и кормит. Спустя несколько дней жители края продолжают бурно обсуждать трагедию и предполагать, почему она могла произойти. Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерти по неосторожности. Кроме того, проходит проверка на предмет халатности при организации проезда школьников на учебу. София Ценка, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Четыре района края взяли под усиленную охрану. Приближается Новый год, а значит начались рубки елок. В Черышском лесничестве и Залесовском лесничестве уже с поличным пойманы, так скажем, черные лесорубы, которые готовили ели к новогодним праздникам. В общем объеме это где-то порядка 110-113 елок, елей новогодних. Сумма ущерба по вот этим двум задержаниям составила порядка 2,5 миллионов. Также в списках особо охраняемых территорий теперь Тогульское, Тягунское и Горно-Колыванское лесничество. Риск нарушителей не смущает. А тем временем рубка ели до метра высотой обернется штрафом до 4 тысяч рублей. Если хвойная красавица была выше, то наступает уже уголовная ответственность. Штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на два года. Судя по статистике последних пяти лет, накануне Нового года ежегодно незаконно рубят до 700 елей. Глава Следственного комитета взял на личный контроль ситуацию с дефицитом угля в Алтайском крае. Уже несколько недель наш регион гремит во всех соцсетях и средствах массовой информации и не с лучшей стороны. Тысячи сельских жителей в этом году замерзали в своих домах. Кто-то два дня, кто-то неделю, а кто-то остался без тепла на целый месяц. И все потому, что не удалось вовремя наладить поставки. Валентина Аскерова побывала в Локтевском районе, где топливная проблема актуальна до сих пор. Это кузбасский уголь. Видите, какого качества? Ну, я думаю, что он лучше даже, чем тот резервный. Восемь тонн счастья привезли на днях жительницы Локтевского района Натальи Свечниковой. Больше месяца женщина, ее девятилетняя дочь инвалид и отец-пенсионер замерзали. В своем районе купить тепло ни за какие деньги не могли. Заказали топливо из краевой столицы. Почти за 400 километров от дома. Мы у соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем районе купили этот уголь. Нам теплее стало. Нам ребенок первый раз лег в ночнушке спать. Они ни в сапогах, ни в носках чередяных, ни в кофтах. Пижама, вон. Все, мы ее убрали, только с бани до дома дойти. Все. Теплые вещи спрятаны в шкаф. Пуховое одеяло временно отложены в сторону. От печи веет долгожданным теплом. Постепенно холодный дом прогревается. В наше время замерзать – это несерьезно. Перестройку не замерзали. Это вообще мрак. Локтевский – тот район края, где проблема с топливом даже на первое время до сих пор не решается. От тонны угля, который еще на прошлой неделе предлагали районные власти, Наталья отказалась. Его предлагали из резервных запасов муниципалитета. А оно, говорит, женщина сомнительного качества. По ее опыту расход казахстанского угля больше кузбасского. Плюс этот вариант дорогой – 5,5 тысяч за тонну вместе с доставкой. Мне в самой администрации района сказали, в приемной, когда я звонила, насчет этого угля узнавать, что вы хотели. А мышка? Мышка и тот остается сыр в мышеловке второй мышке. А первая погибает. Сельские жители напуганы, что поставки черного золота совсем скоро прекратятся. И запасаются им впрок. Причем уголь – это не просто редкое явление в районе, но это еще и роскошь. И без того скромно живущие жители Локтевского района берут на эти цели кредит. Каждый год я беру кредит только для того, чтобы выкружиться отдать. Но если бы и в этом году мне пришлось взять, мне спасибо детям, я бы за год не рассчиталась. А те годы у меня получалось, я брала. Я в октябре беру или в сентябре кредит, и за год я рассчитываюсь. На следующий год я опять беру кредит. В этом году не вышло бы у нас. У меня 25 вышло. Мне дадут такой кредит или нет, кто его знает. Потому что у меня там еще весят кредиты. На жизнь. Поселок Масальский с высоты птичьего полета. Где трубы дымят, уголь есть. Где нет, значит люди до сих пор ищут возможность его добыть и согреться. Проживает в Масальском не больше двух тысяч человек. Но говорить о бедах с углем готовы далеко не все. В основном те, кто доведен до отчаяния. Уголь добиваются каждый год с трудом. Я выходила на прямую линию к Путину для приобретения угля. В начале октября только выбила 3 800 угля. Вам хватит этого на зиму и не боитесь? Без золотка не хватит. Что не хватит, потому что уголь некачественный. Сейчас уходит по 2-3 ветра. Я многодетная мать. Мне необходимо, чтобы заранее знать, что это... И то не факт, что нам этого угля хватит. Потому что зима неизвестна какая будет. А если среди зимы покупать, то неизвестно где, если в Локтевском районе не будет. А с Третьяков, извиняюсь, дорога дальняя. И сами понимаете, что не факт, что оттуда можно будет привезти. Представители районной администрации комментировать проблему нехватки угля в районе не стали. Сослались на занятость. Мол, днем шло селекторное совещание. Мы приехали вечером, спустя 4 часа после первого визита. Вроде бы и селекторное совещание должно было закончиться. Но ответов как не было, так и нет. Нас попросили прийти завтра. А между тем, глава столицы Локтевского района, города Горняк, Сергей Журба, прокомментировал сложную ситуацию с топливом. Причина перебоев, говорит чиновник, в том, что угольные разрезы Казахстана стали работать на Европу и Китай. Там за топливо предлагают хорошую цену, нежели в России. В районе были созданы организации, но даже им не отпускался угольный транш. На прошлой неделе власти начали выдавать особо замерзающим жителям района по тонне угля. 3 тысячи за уголь плюс доставка. Подвоз мог осуществляться как самими потребителями, так и были предоставлены услуги теплоснабжающей компании по их расценкам. У которых, я вам скажу напрямую, они в половину меньше, чем у нас частники осуществляют подвоз. Если это значит частник у нас берет тысячу рублей за машину, за доставку, то значит та же тепловая компания отпускала в пределах, если не ошибаюсь, 640 рублей. 640 рублей – это, к слову, только по горняку. Чтобы довести топливо до сельских жителей, нужно в 3-4 раза больше средств. Чиновники говорят, запасаться нужно было раньше, летом. Почему люди ранее не заготавливали? Да, здесь будут сейчас и такие моменты высказывания в мой же адрес, что да, там то не было угля, то денег не было. Была возможность и раньше заготовиться. С июля деньги лежат, шоферам позвонил, все, по 20, по 30 человек, говорит, очередь у нас угля нету. Вся деревня с третяков привозила, а потом в третяках не стало. В Локтевский район ожидают поставку шести вагонов угля из Казахстана. Это 100 тонн. В рамках района – капля в море. На теплую зиму для 10-12 семей. И по информации Краевого Минстроя, эта партия не последняя. Но и в дальнейшем объем их будет небольшой. А между тем, Наталья Свечникова, которая первая заявила о катастрофической нехватке угля в своем районе, собственно, как и другие жители, обеспокоены, что черное золото рано или поздно закончится. И нужно будет искать тепло вновь. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На этой неделе стало известно, что новогодним корпоративам все же быть. Губернатор Виктор Томенко внес соответствующие изменения в антиковидный указ. Обязательным условием при этом остается наличие QR-кода. О других заявлениях главы региона на этой неделе расскажем в сюжете. На этой неделе губернатор Края Виктор Томенко внес коррективы в антиковидный указ. К самому главному – снят запрет на работу кафе и ресторанов с 11 вечера до 6 утра. Также в новой редакции губернаторского указа есть еще одно изменение. Залы кинотеатров, цирков, бассейнов и других заведений теперь могут быть заполнены на 70%, а не на 50%, как было ранее. Еще одна хорошая новость новогодним корпоративам – быть. Для вечеринки с коллегами обязателен QR-код. К тому же это по-прежнему главное условие работы всех развлекательных заведений. Это ответственность работодателя, который своим работникам говорит, я готов для вас провести корпоратив, но извините, ребята, пойдут туда только те, кто привитые. И ждут-то не только рестораторы этих мероприятий, мы еще должны понимать, что ждут-то и люди. Как раз о темпах вакцинации в регионе Виктор Томенко на днях доложил Михаилу Мишустину. Сегодня заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае выше среднероссийских показателей. Каждый день в ковидных госпиталях региона умирает по 30 человек. Губернатор доложил и премьер-министру о непростых настроениях в крае, в частности, речь идет об антипрививочниках. По словам Виктора Томенко, в регионе есть мощности для ежедневной вакцинации сразу 15 тысяч человек. На данный момент полностью привито чуть более 870 тысяч жителей. Еще примерно 130 тысяч человек сделали первую прививку. К слову, для коллективного иммунитета необходимо привить более полутора миллиона. Также губернатор отметил, что система QR-кодов во многом ускорила этот процесс. Количество вакцинировавшихся ежедневно увеличилось примерно в три раза. В три-четыре раза мы видим прирост. И на сегодняшний день у нас около 9 тысяч человек ежедневно вакцинируется. 4-5 тысяч завершают вакцинацию, 4-5 тысяч ставят первую прививку. Хотел бы один момент отметить, что очень важно работать с людьми старшего поколения. Объяснять им пользу вакцинации. Вы сказали о том, что такие непростые настроения. Но, конечно, это самое важное, поскольку люди старшего поколения особо уязвимы. Сегодня медики и ученые согласны в том, что регион должен достичь хотя бы 70% привитых к тому моменту, когда до нас дойдет новый омикронштамм. В идеале 95%. Вопрос вакцинации и прогнозов развития пандемии накануне обсудили за круглым столом ВГМУ с участием губернатора, профессоров медуниверситета и главврачей ковидных госпиталей, которые уже почти два года находятся на передовой. Пациенты, которые погибли, так скажем, чисто по развитию коронавирусной инфекции, которые довели их до реанимационных тяжелых пациентов, длительного нахождения там, это единицы пациентов. У нас только единицы, я зажму только три пальца. Все остальные пациенты у нас не привиты. Большинство из них, процентов 60, под 70, сожалеют о том, что они не привились ранее. И это доходит уже в госпитале. Мы же не можем взять наличники, пойти всех вакцинировать. Так невозможно в сегодняшней жизни. Значит, остается только что разъяснять, объяснять, популяризировать, пропагандировать, может быть, стимулировать как-то. Кроме этого, в конце недели губернатор края встретился с работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в их профессиональный праздник 1 декабря. Сегодня регион обеспечивает производимой продукцией не только себя. Две трети выпускаемого объема поступает в другие регионы и за рубеж. По экспорту. Экспорт за последние 4 года продукции АПК увеличился в 2 раза. Мы сегодня продаем продукцию нашей почти на 400 миллионов долларов. И имеем и реализуем хороший набор планов для того, чтобы эти объемы в дальнейшем и росли. В Большом зале правительства региона Виктор Томенко вручил государственные и краевые награды, а также ключи от легковых автомобилей лучшим работникам отрасли. Ирина Корчагина. День с толком. Кстати, при принятии того или иного решения мы часто полагаемся не только на изучение научной информации. Это делают не все. Мы читаем истории других, отзывы, в том числе смотрим рекламу. Но качественно ли сделана социальная реклама? Общественники и журналисты Алтайского края в этом году учились делать работающие плакаты. И рассказали Анастасии Наборщиковой об итогах этого процесса и о том, что больше всего тревожит жителей. Каждое сообщение за рулем может стать последним. Этот ролик сняли в Канаде в первом десятилетии 21 века. Эксперты говорят, получилось качественно и удачно. Ведь социальные ролики – это феномен общественной рефлексии. Такова реакция на ролики уже второго десятилетия. Специалисты уверяют, что качественная реклама в России была лишь в 90-х. Один из самых популярных проектов того времени «Мы вас любим». И его автор Денис Евстигнеев – настоящий режиссер. Дима, поможи маме! Дима, поможи маме! Дима, поможи маме! В социальной рекламе сейчас не хватает такой мощной интегративной силы социальной рекламы. И вот второе, что я хотела сказать, что вот этот посыл в социальной рекламе, он был не разъединяющий людей, не дробящий там на прививочников, антипрививочников, еще там кого-то, а именно объединял людей. Увидеть хороший пример социальной рекламы в Барнауле можно. В этом году общественники и журналисты края под руководством педагогов Высшей школы экономики прошли специальный курс. В итоге получился проект «Хочу помочь». В центре композиции – люди, которые помогают бездомным животным, многодетным семьям и тем, кто потерялся. «Хочу помочь» – значит, что вы тоже можете это сделать. В этом году, конечно, как и в прошлом, основная тема – это коронавирус у нас. И очень много работ сделано, но, как показала практика, они не сильно эффективны. Мы проводили в мае кросс-региональный рейтинг о проблемах. Основные проблемы были такие – бедность, затем проблемы демографии, миграции, проблемы экологии, высоких цен на услуги ЖКХ и слабая поддержка предпринимательства. Как итог – симбиоз и нечто доброе. Цифры всероссийского опроса показывают важность социальной рекламы. Из 100% опрошенных россиян более 70 уверены, что подобное дает верный курс жизни. Главное – презентовать идею достойно. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Жители Барнаула обратились в нашу редакцию с просьбой разобраться, почему никотиносодержащую продукцию в одном из торговых центров продают вне зависимости от возраста покупателя. Речь идет об автомате по продаже электронных сигарет. На прошлой неделе мы подсняли аппарат, он к тому времени почему-то не работал. Понесет ли ответственность предприниматель и как себя повел арендатор – об этом следующий материал. Она здесь стоит и ей пользовались, и в том числе несовершеннолетние. Она отключена, ее сегодня не должны забирать. Привлекательный аппарат прямо на входе в торговый центр. На прошлой неделе нам предложили проверить, кому продают электронные сигареты, и прислали такое фото. Еще на прошлой неделе на этом месте находился вендинговый автомат по продаже одноразовых электронных сигарет. При этом купить их мог любой желающий, в том числе и дети, ведь паспорт не проверялся. Достаточно было лишь оплатить девайс. Однако, по словам мужчины, который представился администратором ЦУМа, паспортный контроль при продаже электронных сигарет был. Здесь сидел человек, который контролировал этот процесс непосредственно. То есть сидел на стульчике, и смотря, когда подходили, покупались. А кто-то возле него сидел, проверял паспорта? Ни разу не видел. То есть мог подойти любой и купить? Да, я сколько мило проходил, просто там отстоял. Паспорта нет, никогда не видела такого. Я смотрю, не паспорт, ничего, там просто табличка 18-10, все. Причина популярности электронных сигарет среди детей – отсутствие неприятного запаха, а вместо табачного вкуса – ягодный и фруктовый. К слову, в прошлом году в закон о продаже табачных изделий и никотиносодержащей продукции внесли поправки. И работа такого аппарата без проверки возраста покупателя их нарушает. Сейчас санкция от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Но я так понимаю, что там будет предназначение минимального или максимального уровня наказания, учитываться ранее совершенные административные правонарушения в этой области. То есть, ну, иные характеристики, которые так или иначе позволяют суду установить критерии соразмерности. Такой размер санкции применяется к юридическим лицам. Однако на самом автомате не указаны данные собственника, ни информации об индивидуальном предпринимателе, ни адреса регистрации фирмы, лишь телефон технической поддержки. Вы планируете продолжать работу таким способом? Нет, я же говорю, по техническим причинам аппарат закрыт. Закрыт, без возможности возобновления работы, я правильно понимаю? Этого я уже не знаю. Ну, а в ваших-то планах что? Моих? Ваших? Я просто работаю, в моих ничего. А планы руководителя фирмы и владельца вендингового автомата под срывом. Он, заключая договор аренды с торговым центром, не сообщил о специфике товара. Договор аренды был заключен с индивидуальным предпринимателем Кузяевым. Предмет договора – размещение банкомата для продажи электронных устройств. Как в последующем оказалось – электронных сигарет. В связи с этим фактом руководством нашей компании было принято решение расторгнуть договор аренды. И сейчас возможность школьников приобрести никотиносодержащую продукцию значительно ниже. В официальных веб-шопах сотрудники стараются контролировать возраст покупателей. Но, несмотря на это, хочется обратить внимание правоохранителей на деятельность несостоявшегося предпринимателя. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Общественники и неравнодушные барнаульцы начали обсуждать, как преобразится самый большой парк краевой столицы – юбилейный. Сейчас инициативная группа прорабатывает проект, по которому в следующем году начнутся первые масштабные изменения. О возрождении юбилейного говорят давно, но именно в 2022 году начнутся реальные преображения. О так называемой точке невозврата расскажет Анастасия Наборщикова. Самый большой парк Барнаула – юбилейный. Уже 20 лет его территория как джунгли, существует сама по себе. История парка крашена в разные оттенки. В наше время здесь подвергались насилию десятки девушек. В 20 веке в парке хоронили японцев. Это памятник военнопленным японцам. Они работали в Барнауле на предприятиях и стройках. А еще Ту-104. Он тоже здесь был. В 80-х юбилейный – это центр притяжения всего потока района Малосемеек. Надеюсь, что восстановят. Он такой у нас был хороший 40 лет назад. И асфальтовые дорожки, и качели, и карусели. Даже колесо обозрения было в моей молодости. В этом году в парке начались масштабные работы по возрождению. Из конкретных шагов – субботники. На перспективу – проект обновления. Через пять лет, а то и меньше, у юбилейного есть шанс выглядеть так. Почти 60 гектаров будут опоясывать дорожки для бегунов и велосипедистов. Появятся универсальные игровые площадки для райдеров, баскетболистов, волейболистов и теннисистов. Серьезное вложение – это миллионов по сто в год, лет пять. Плюс миллионов по 30-50 на текущее содержание. У нас бедный все-таки край. Откуда брать такие деньги? Поскольку земля не разграничена, такие деньги взять неоткуда. Потому что парк не может принимать участие в федеральных программах. В этом случае что делать? В этом случае должна быть организация, юридическое лицо, которое будет официально управлять этой краевой собственностью. И тогда мы можем участвовать в федеральных программах. Знаете, в Томске есть своя аллея страха. В нашем юбилейном парке нечто подобное тоже можно сделать. Прямо за мной дерево. Смотрите, внизу сердечко, а сверху чертовы рога. Ну а если без шуток, в парке действительно страшновато. Повсюду растет клён. Его в планах хотят вырубить и вместо него посадить хвойные деревья. Среди неравнодушных Владислав Вакаев. Сегодня мужчина возрождает парк Изумрудный. Считает, что этот опыт запустит процесс в юбилейном быстрее. Но задача куда масштабнее – создать в городе зеленые коридоры. Они свяжут между собой все места отдыха. Когда мы заходили в Изумрудный, знаете, тоже был такой шок, господи, как всё запущено. Но есть русская хорошая пословица – глаза боятся, а руки делают. Поэтому я думаю, что если будет поддержка краевых и городских властей в этом вопросе, а мы её чувствуем, мы в Изумрудном её прекрасно чувствуем, потому что идёт зелёный свет по всем направлениям, по юбилейному мы тоже увидели. Вообще зелёный каркас состоит из разных парков и скверов. Между ними есть зелёные коридоры, благодаря которым вы можете попасть из одной точки в другую. И, соответственно, отсюда вы сможете по этим зелёным коридорам в перспективе, если они будут развиваться, попасть и в центральную часть города, и не заметить, что вы находитесь на агрессивной среде города. В 22-м по программе благоустройства юбилейный получит около 80 миллионов рублей. Что станет первым в списке работ, пока не ясно, но активисты уверены, теперь назад дороги нет. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня всё. Телефоноши редакция 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.